Привет! С тобой Алена Сансонова, твой психолог. И сегодня мы снова говорим о психосоматике. Ко мне на консультацию за неделю пришло более 50 человек, с которыми я не со всеми смогла поработать, но частично мы разрешили вопросы многих. И я благодарна этим людям, что они обратились. Но суть в том, что я хотела до тебя сегодня донести, что когда ты испытываешь кучу физиологических симптомов, таких как изменения в работе желудочно-кишечного тракта, такие как аллергии, такие как системные ОРВИ и различные проявления вегетатики, которые вызывают перепады настроения, вплоть даже до экземы и метаболических нарушений, здесь нужно смотреть очень часто психологию. Почему? Спросишь ты. Потому что вся психология запускается из твоей головы, и она так или иначе продуцирует твое состояние, твоих органов, твоего внутреннего мира, спокойствия, чувство удовлетворенности жизнью и чувство того, что ты на правильном пути. Есть ли разрушены какие-то взаимоотношения с людьми, особенно с близкими, которые тебя окружают? Есть ли разрушены какие-то взаимоотношения, важные для тебя на работе? Если ты недополучаешь того, в чем ты нуждаешься, в каких-то карьерных, материальных, эмоциональных стимулах, то ты будешь стремиться получить эту информацию другими способами. Но когда потребность не реализуется, возникает такое напряжение, которое ты, бывает, не успеваешь куда-то определить, куда-то перезагрузить. И твой организм решает, что я устал, я создам себе какой-то симптом, который укажет тебе на то, что ты живешь как-то не так, на то, что ты живешь без того возможного потенциала реализации своего ресурса, и ты где-то застрял. Поэтому, когда ты понимаешь, что ты находишься в такой ситуации, то первый человек, который должен быть у тебя под рукой, это твой психолог, либо, возможно, либо очень-очень близкий человек, которому ты действительно сможешь рассказать о том, что тебя беспокоит, и что не получается сейчас разрешить в твоей жизни. Конечно же, если это не психолог, а просто близкий, то ты частично освободишься от своих эмоций и укажешь своему организму на то, что, в принципе, ты свободен, и ты чувствуешь, что нет того комфорта, и ты создаешь условия для того, чтобы почувствовать себя чуточку лучше. Ты освобождаешь свою психику от сдержанных эмоций. Тем самым напряжение снижается, но оно, скорее всего, вернется, потому что даже с самым близким человеком, которому ты можешь рассказать, ты не решишь вопроса, и уровень компетенции этого человека очень часто не позволяет помочь тебе решить твою ситуацию. Поэтому, когда ты приходишь к психологу либо к психотерапевту на сессию и определяешь для себя, что тебе важно разобраться вот с этими и с этими механизмами твоей жизни, то ты получаешь такую разрешительную, психическую возможность освобождения. И это освобождение происходит не только в контексте того, что ты что-то рассказал и выплеснул эмоции. Нет, это освобождение происходит из того, что ты получаешь некие инструкции либо находишь эти инструкции во взаимодействии с психологом, и тем самым твоя ситуация разрешается. И твоему симптому психосоматическому, будь то астма, будь то аллергия, будь то ренит, будь то экзема, будь то бесплодие, уже некуда деваться. Ситуация эта разрешается, и постепенно, постепенно ты начинаешь оживать. Симптом становится меньше, и ты можешь дышать спокойно. Но как только в твоей жизни опять случаются какие-то кризы и трудности, симптом может, к сожалению, вернуться, но это не значит, что ты с ним не справишься. Это значит, что сегодня ты уже знаешь, как ты поступил в прошлый раз, и тебе всего лишь нужно обратиться за помощью и сделать несколько шагов, которые точно тебе помогут. С тобой была Алена Самсонова, твоя психолог. Жду тебя на своих семинарах по психосоматике, по пищевому поведению и по стрессоустойчивости. Также ты можешь записаться ко мне на личную консультацию, и контакты я указываю внизу.